Приветствую вас, дорогие друзья! Это программа «Ответ». Мы снова отвечаем на вопросы, которые интересуют вас. Мы сегодня определим или покажем вам четкое определение, вот границу между Новым Заветом и Старым Заветом, между служителями Нового Завета и служителями Ветхого Завета. К сожалению, некоторые пытаются быть служителями вроде бы как Нового, но с сознанием Ветхого Завета. Поэтому мы сегодня рассмотрим, в чем отличие и как понимать, вот слушая человека, понимать, он учит о Новом Завете, он в Новом Завете, или он в Ветхом Завете, или он и в Ветхом, и в Новом. Вы когда-нибудь задумывались о том, как много людей сегодня пойдет в ад? Из тех, которые думали, что они никогда туда не попадут. В том смысле, что они, вероятно, думали, что они могут попасть туда, но никогда не верили, что это когда-нибудь произойдет. Возможно, они считали себя хорошими, ну, в конце концов, они же христиане. Конечно, они не думали, что когда-нибудь попадут в ад. Но они сейчас именно там, многие из них проклинают Бога, потому что когда-то священник сказал им, что Бог любит их, и что Бог никогда не осудит их. Не бывает Ветхого и Нового вместе, поэтому Иисус сказал, что невозможно вливать новое вино в Ветхие мехи, потому что и то, и то пропадет. Не получится у нас ни Нового Завета, не получится у нас не удержать ни Ветхий Завет. Поэтому с Ветхим Заветом все покончено. У нас есть прекрасный текст Писания, нам не нужно много набирать информации, нам просто нужно взять эту мысль, которая действительно показывает конкретную разницу. И давайте откроем второе послание Коринфянам, третью главу. Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Давайте вот здесь сразу определимся. Служители Нового Завета отличаются тем, что они не убивают, а животворят. В нашей программе, если вы смотрели ответ на вопрос, почему, если Бог не судится, почему Анания и Сафира умерли. Мы уже как бы говорили, что Иисус жил во времена Ветхого Завета, но Он поступал по благодати. А апостолы или ученики Его, они имели такую уже возможность на земле жить во времена уже Нового Завета, в служении благодати. Но они еще поступали по закону. И они еще жертвы приносили. Они еще жили по обряду Ветхого Завета. И у них мышление было в каких-то вопросах ветхозаветнее. Поэтому здесь есть четкое определение. Давайте еще раз мы посмотрим. Потому что буква убивает, это Ветхий Завет. А Дух животворит. Поэтому если приходит смерть, буквально физическая смерть на служении, и если приходит вот духовная смерть, грехи проявляются в жизни людей. Потому что это служение Ветхого Завета, служение буквы. Оно убивает. А служение Нового Завета, мы делаем первое определение, животворит. Любого человека поднимает. Животворит, если он слышит, если он на служении Нового Завета. Седьмой стих. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящие. В Ветхий Завет, а точнее десять заповедей, потому что на камнях были написаны десять заповедей, то люди, служившие десятью заповедям, служение смертоносным буквам. Это было служение буквам, которые несли смерть. Поэтому, когда вы слышите требования, потому что закон требует, и вы понимаете, что вы не можете все исполнить, и он вам сразу же дает направление, что если вы что-нибудь нарушите, нарушение возмездия, потому что это называется грех, нарушение или плата из-за грех будет смерть, то десять заповедей, они конкретно, сто процентов, несли людям смерть. Если вы слышите слово или проповедь, которая, ну, приводит вас к пониманию, что вы умрете, я попаду в ад, я буду наказан, я грешник, я чувствую себя грешником, это не служение Нового Завета. Идем дальше. Давайте останавливаемся здесь и делаем еще одну пометочку. Служение Ветхого Завета, служение буквы. Оно было служением смерти, и оно также является служением осуждения. Оно всегда осуждало. Дальше написано, то тем более изобилует славою служение оправдания. Служение оправдания – это служение Нового Завета. Как определить Ветхий и Новый Завет? В чем их разница? Ветхий Завет осуждал, Новый Завет оправдывает. Как определить служителей? Или человека, с каким он мышлением, где он находится сейчас, как разобраться? Тот проповедник, служитель, который говорит эти слова, или он находит текст описания, который приносит вам осуждение, у него в мозгах служение и осуждение. Он служитель Ветхого Завета. Хотя, что мы сейчас увидим, что Павел говорит, что он дал нам способность быть служителями Нового Завета. То есть, эта способность пришла от Бога, потому что невозможно человеку, некоторые думают, дал нам способность творить чудеса. Да нет, чудеса творились и в Ветхом Завете. Многие новозаветные даже и близко не могли сделать таких же чудес, как сделал Моисей. Но в чем уникальная способность служения Нового Завета? Это не осуждать, это жить в оправдании, помогать людям войти в оправдание. Это и есть способность служителей Нового Завета. Поэтому, когда нас слышат люди, когда они видят наши проповеди, говорят, да, у них там все хорошо. Они говорят, что Бог хороший. Они говорят только, что Бог не судится, Бог оправдывает, Бог благословляет, Евангелие хорошее. Да, именно это является способностью Нового Завета. И эту способность можно принять только от Бога. Человек не может стать таким прощающим, добрым, открытым. Не осуждать никого. Говорить только слова благодать. Это возможно, это способность. Только от Бога. Потому что вне Иисуса Христа невозможно жить или говорить, не осуждая людей. И дальше Павел говорит, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Служители Нового Завета, служители оправдания, они действуют с дерзновением, потому что они основываются на том, что сделал Иисус. А не на том, что мы сделали. Если бы я свое служение строил на своих достижениях, у меня бы не было дерзновения сегодня стоять и здесь говорить вам. Потому что если я пересмотрю свою жизнь, и те, кто знают лично меня, знают мои слабости, мои недостатки. У меня не было дерзновения. Я жил бы с каким-то осуждением. Как ты можешь говорить людям? Ты сам чего-то не достиг. Ты сам в твоей жизни где-то имел провалы. Как ты можешь говорить людям Евангелие, наставлять людей и направлять. Но дело в том, что не я наставляю. Дело в том, что это дар Божий. Писание наставлять. У меня есть дерзновение говорить сегодня. Потому что это от Бога пришло. Он дал способность. И дальше мы видим еще 13 стих. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Потому что когда Моисей общался с Богом, он выходил, его лицо светилось. И они вот в этот момент его слушали. Они видели что-то сверхъестественное. Бог с ним сейчас. Но через какое-то время это лицо переставало светиться. И тогда они понимали, что все. С Моисеем уже что-то не так. Бога нету больше с ним. Поэтому мы его не будем слушаться. Нам уже нечего его бояться. И Моисей сделал что-то другое. Он покрывал свою голову, когда он приходил. Мы всегда думали, что на нем всегда слава. И когда-то слава отходила. Они думали, что на нем слава. И они продолжали бояться и слушать его. Страхом только. Никак иначе. И дальше написано. Но умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Потому что оно снимается Христом. Это покрывало не снимается при чтении Нового Завета. Обратите внимание, это покрывало снимается Иисусом Христом. Когда мы принимаем Иисуса, когда мы принимаем Иисуса, мы принимаем благодать. Благодать и Иисус неразрывны. Принимая благодать, мы принимаем Иисуса. Благодать не смешивается с законом. Невозможно в одно и то же время осуждать и оправдывать. Можно либо осуждать, либо оправдывать. Поэтому Ветхий Завет всегда осуждал и приносил смерть, а Новый Завет всегда оправдывает. И дальше написано. «Да ныне, когда читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Ну, я не раз уже говорил, это очень важно. Вот сейчас я хочу выделить еще одну мысль. Вроде бы читая Ветхий Завет, но читая кого? Моисея. Что это значит? Ветхий Завет был пропущен через призму Моисея, через его взгляд, через его мировоззрение. Написано, закон был дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Буквально благодать и истина пришли, потому что это уже личность. Когда читается Ветхий Завет, он читается в его взглядах, так как Моисей это рассматривал. Что я имею в виду? Пару мыслей еще. Написано, Бог сказал Моисею, скажи народу израильскому, чтобы они осветились, и я через три дня приду. И в контексте освящения Бог ему там сказал на горе, чтобы они постирали одежды свои, и они искупались. У Бога был какой-то контакт на уровне внешнем с ними, то есть это было служение на уровне тела. И Бог говорит, я приду, пусть они осветятся. Освящение означало быть постиранными, чистыми, одежда, чтобы была чистой, чтобы они умылись. Спускается Моисей, и он говорит, Бог сказал, чтобы вы постирали одежды свои, чтобы вы все умылись, и еще одно. И чтобы никто из мужчин не спал с женщинами. И вот когда мы читаем Ветхий Завет, там столько правил, столько вопросов всяких, которые кажутся нам, что Бог какой-то непонятный. Вот что плохого между супружескими отношениями, интимными отношениями, какого греха может быть в этом? Мы не говорим о блуде, о прелюбодеянии, мы говорим об отношениях интимных между супругами. Для Моисея это значило что-то такое мерзкое, что-то мирское, что-то такое человеческое. Вот Бог придет, вы должны вот в таком состоянии. Но это же Бог это создал, это же не дьявол создал интимные отношения. Это же от Бога вышло, это Он же создатель этого, потребностей, желаний, это же эти чувства, все Бог вложил. Но Моисей это подал так. Ну еще один пример. Если бы у нас не было слов Иисуса, которые записаны уже в Новом Завете, то мы читали вот такой момент. Моисей дал, заповедал, давай это разводное письмо. Мужчина, если хочет отпустить женщину, то он сказал, что ты должен написать еще письмо. То мы бы подумали, что это Бог, да. Но так как мы уже прочитали, что Иисус говорит, то это Бог не говорил Моисею. Это Моисей принимал такое решение и это записано как закон Божий. Иисус говорит, что Моисей принимал решение исходя из ситуации, которую он видел. Сколько еще того написано в законе и сколько написано через призму человека Моисея, то служение и то правило. Я могу им перечислять еще десятки, которых я находил странных. И мы читаем, как Бог такой, такой строгий, суровый. Но это было понятие Моисея. Это закон и все правила были в основном через проповедь, через взгляд Моисея. Поэтому, когда мы читаем не Бога, а Моисея в Ветхом Завете, тогда что? Покрывало лежит на сердце. Господь есть Дух. А где Дух Господен, там свобода. Там нет осуждения, там нет принуждения, там нет давления, там нет угроз. Там есть свобода. Почему? И в 18 стих. Мы же все открытым лицом. Моисей покрывал лицо свое, чтобы наводил страх. А мы теперь открытым лицом. Мы никого не пугаем. Мы сами не боимся. Мы открытым лицом. Как в зеркале, взирая на славу Господню. Когда мы смотрим, когда мы видим друг друга, мы видим славу теперь Господню. Мы не видим грешников. Поэтому мы никого не осуждаем. Взирая на славу Господню, преображаемся, когда мы смотрим на эту славу, в тот же образ. От славы в славу, как от Господнего Духа. Вот она истина, которая сокрыта буквально прямо в нескольких текстах Писания. Чтобы мы понимали, что осуждение – это Ветхий Завет. Осуждение не просто от Бога пришло, но это через Моисея. Я не осуждаю самого Моисея. Потому что Моисей – это самое лучшее, что было на то время у Бога. И Моисей – служитель Божий. Бог через него действовал. Но если бы то, что сделал Моисей, было достаточным для людей и было совершенным, тогда Бог бы не отменял это. Тогда бы не пришел Иисус. Но это всего лишь… Ну, это было время дано, потому что народ израильский отказался от упования на Господа, от веры. И закон был дан через Моисея. Итак, в заключении. Служение и осуждение – это служение Ветхого Завета. Если в вашей церкви или вы слышите какого-то проповедника, что он говорит, и вы чувствуете осуждение, какое-то требование, что-то не так вы делаете, Бог вас накажет, вы пойдете в ад. Не важно, через что вы прошли, никто не хочет слышать о том, когда вы были спасены. Все, что вы должны делать – приносить плод. Вы служили в церкви всю жизнь, но посмотрите на секунду на свои плоды. Вы говорите, что служите в церкви, вы говорите, что Иисус – Господь, но если вы не принесете Иисусу плода, вы пойдете в ад на вечные муки. В Библии написано, что самая большая проблема, с которой сталкивается Бог, состоит в том, что если Бог осудил вас, Он уже не может простить вас. Это не служители Нового Завета. Вам нужно разобраться, изменить свое мышление, вам нужно понять, что служение Нового Завета – это служение оправдания, это служение славы любого из нас. Это же не наша слава, это слава Господня. Когда ты смотришь на славу Господню, ты преображаешься. Когда ты смотришь на буквы Закона, то там отражается смерть, то ты умрешь, тебя это убьет. Все зависит, куда люди смотрели. Во кресте, но смотрят еще в Законе. Поэтому они отражают Закон, отражают осуждение и смерть. Сами на себя навлекают осуждение и других осуждают. Но когда мы смотрим на Господа, то Он отображает не суд и не смерть, а славу, оправдание, любовь, мир, радость. Вот что исходит от Господа. Это наполняет наше сердце, и мы такими становимся по отношению к другим. Я верю, что это благословило вас. Пусть Бог обильно-обильно еще благословит вас, и вы откроетесь для того, чтобы быть в служении Нового Завета. Я верю, что пришло время служения Нового Завета во имя Иисуса.